Приглашение на работу в Европу. Обратная сторона. Что происходит, когда вы оплатили услугу по трудоустройству в Европу? Возьмем, к примеру, Польшу. В течение 48 часов после подписания договора запускается целый механизм. Эксперт связывается с работодателем и договаривается о том, чтобы вас взяли на предложенную вакансию. Процесс трудоустройства для граждан Средней Азии и Украины сильно отличается, не в пользу первых, и эксперту нужно сильно попотеть в поисках лояльного работодателя. Если вы из Средней Азии, не расстраивайтесь, для вас есть большой плюс. Визу в Польшу для работы вам дают на год. Важно! Если кто-то обещает вам приглашение на работу в Польшу быстрее официальных сроков рассмотрения заявления, вероятнее всего приглашение окажется фальшивкой. Такое часто встречается на рынке труда и нужно быть на чеку. Для оформления оригинального приглашения польский работодатель должен предоставить воеводство, администрация города, заполненное заявление в установленной форме, документ, подтверждающий личность, документы, подтверждающие источник доходов или наличие собственных средств, документы, подтверждающие право собственности на жилье или способность обеспечить жильем иностранца. Бронь. Квитанцию об оплате гербового сбора. Обычно весь процесс получения оригинала приглашения, например, из Польши в Казахстан или в Кыргызстан, занимает 2-3 месяца. Всего в Польше 16 воеводств. Кто-то делает свою работу быстро, кто-то чуть медленней. Особенно сейчас, в ковид, но ситуация меняется и все возвращается к прежним порядкам. Что такое приглашение? Приглашение на работу – это обязательное условие для легального проживания и трудоустройства. Оригинал потребуется вам для рабочей визы, которую поставят ваш паспорт в консульстве Польши в вашей стране. Документ бывает разных видов. Наши эксперты и работодатели используют тип А, где иностранец трудоустраивается на основании трудового договора в компанию, которая находится на территории Польши. Чтобы получить приглашение, работодателю, кроме подачи вышеупомянутых документов, необходимо доказать, что поляк отказался от данной вакансии. Он предоставляет свидетельство, что на данную вакансию нет претендентов. Это называется опения старосты. Теперь вы знаете об этом процессе больше, и если хотите трудоустроиться в Польшу, вам это не помешает. Оставайтесь с нами, и в будущих публикациях мы расскажем, как происходит процесс трудоустройства в Норвегию или Германию, какие документы нужны и в чем отличие административных процедур в разных странах ЕС, как получить карту по быту и вид на жительство в Европе. Также эксперты по миграции подберут вам подходящие варианты переезда.